Окей, всем привет! Сегодня покажем, что в моем айфоне. И давайте начну сразу с чехла. Это Mofi. Я его купила в Best Buy, и это просто чехол-зарядка. Но сейчас это просто чехол, потому что я потеряла такой, как переходник для самого чехла, чтобы он заряжался. Получается, сначала подключаешь к нему маленький провод, и потом подключаешь зарядку к этому проводу. Но вот этот переходник я куда-то делала, не знаю куда. И теперь это просто большой чехол. Всем всегда интересны мои заставки. Все свои заставки я всегда нахожу на WeHearted. Это, по-моему, у меня где-то находится вот здесь. Давайте начнем с первой страницы. Здесь у меня самое необходимое. Правда, Yelp мне здесь вообще не нужен. Yelp я использовала, пока была в Нью-Йорке. Здесь у меня, получается, телефон, календарь, часы, погода, камера, сообщения. Это приложение для Canon, на которое я сейчас снимаю. Если я делаю фотографии какие-то и хочу перекинуть их на этот телефон, это приложение, которым надо пользоваться. Так что просто, чтобы мне всегда быстро находить, оно здесь. И, конечно, да, в Smash. Разумеется, на первой странице, как самое главное. Кстати, можете заметить, что здесь у меня ничего нет, здесь практически ничего нет, потому что, несмотря на то, что приходит ежедневно много уведомлений и сообщений, я сразу открываю, сразу читаю. То же самое ВКонтакте. У меня не сильно много. Это в основном заявки в друзья. Так, вторая страница. Немного все разбросано, потому что я как-то немного забила на то, чтобы сильно заморачиваться с папками. У меня есть вот тут вот папки, но все, чем я пользуюсь практически каждый день, кроме, разумеется, Метрополитена, он мне больше не нужен. И Яндекс.Карты, это все еще осталось с Россией. Это тоже уберем сюда. Ребята, вы палитесь. Так, и, да, пожалуй, Момо мне тоже сейчас не нужно, а вот все остальное, и Аэрофлот тоже не нужен. Да, все остальное мне нужно именно в Америке. Здесь вроде... О, еще есть третья страница. И таким образом у меня освободилось пространство, чтобы перенести с третьей страницы на вторую. Первая папка — это папка фотографий. Здесь у меня фотографии. Instagram, Afterlight, WeHearted, ViscoCam, PeakFX. В принципе, вот эти два приложения, которыми я пользуюсь, только для обработки фотографий. И Instagram. Я не могу себя не продвинуть в Инстаграме еще здесь. Та-дам! Потом Social. Здесь у меня ВКонтакте, YouTube и FaceTime. В принципе, всеми этими приложениями я пользуюсь каждый день. Я обожаю FaceTime. Дальше Productivity. Здесь у меня практически ничем я здесь не пользуюсь, кроме Notes и Nike Running. Правда, Nike Running тоже давно не открывала, потому что у нас только-только стала хорошая погода, чтобы бегать. Но Notes — это просто очень удобно для записей. iMovie никогда я не открываю, поэтому беру его в видеографию. Neverland — это приложения, которые я не знаю, что делают. Я не знаю их смысл, поэтому я их никогда не открываю. Extras — диктофон. Нужен всегда. По-моему, у меня камера двигается, потому что я на кровати его поставила. Диктофоном пользуюсь практически каждую неделю точно, потому что я хожу на класс звуки и sound and picture. Например, давать звук вот back and kiss — это когда я ставлю сумку кожаную и кидаю ключ. И мы делали упражнения в класс. Нам дали кадры из фильмов. Кадры буквально, там, сцены, точнее, по минуте, полторы. И нам нужно было просто пустые кадры, без звука. И нам нужно было полностью их воссоздать за счёт своих записей. И дальше лайфстайл идёт. Лайфстайл у меня здесь в основном всё, что я в России использую. Ну, мэпс я использую, разумеется, всегда. Дальше в мюзик у меня SoundHound. И, ну, iTunes тоже никогда не использую. SoundHound очень удобен именно для того, чтобы искать музыку. Asus приложение — это, по-моему, единственный магазин, который у меня есть, установлен, потому что иногда я люблю просто посмотреть, что есть, и какие-то выбирать предметы одежды, которые мне нравятся, и добавлять их в корзину. Потом Lingua словарь. Так, в словаре у меня получается Lingua. И Google Translate. Google Translate мне нравится намного больше, потому что, так или иначе, Lingua, допустим, он какое-то слово может... Ну, понятно, я это слово не знаю. Если какое-то слово не знает, он всё равно может посмотреть это в Гугле, поэтому я сразу в итоге отправляюсь в Гуглу, потому что он тебе говорит всё-всё-всё. Google Docs. Там хранятся все мои переводы, документы. Slack — это как общий рабочий чат. Guidebook. Я не знаю, что это такое. Мне кажется, это стандартное какое-то приложение. Пускай уходит он в Neverland мой. Да. И потом идёт Yelp. Yelp — это приложение с отзывами мест, которые находятся рядом с тобой. Допустим, ты приехал в Нью-Йорк, и ты хочешь веганскую пиццу поесть. Ну и вот он находит себе кучу всяких вариантов. Дальше у меня Vegetarious. Это, по сути, тот же самый Yelp, только он именно с ресторанами и показывает именно вегетарианские и веганские места. Потом M-Track — это приложение. Не знаю, почему оно у меня здесь. А, это чтобы покупать билеты именно от Райнклиффа до Нью-Йорка и обратно. Есть два поезда, которые ездят до Нью-Йорка. Это M-Track и Metro North. Я предпочитаю M-Track, потому что он дороже, конечно, но он Wi-Fi, он невероятно удобный. Просто там приятно находиться. И последнее — это SkyScanner. Это, собственно, единственное приложение для полётов, которым я пользуюсь. Я знаю, сейчас их очень много, и в Америке тоже есть свои, но вот это то, которым я пользуюсь. И снизу у меня почта, WhatsApp, музыка и Safari. И это всё. А, ну и перископ, которым я уже никогда не пользуюсь, потому что я не могу в него зайти. Если говорить о тех приложениях, скажем, топ-5, это Translate, это погода, часы, камера и, пожалуй, наверное, YouTube, потому что я не могу не пользоваться YouTube каждый день, потому что я каждый день выкладываю видео. Ну, это всё на сегодня. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы удовлетворили своё любопытство, увидев, что в моём айфоне. И увидимся с вами завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok